Всем привет! Вы на канале Саратов HD. Меня зовут Игорь. Хочу вам показать, все вы, наверное, знаете уже, что началось немножко расширение дороги на улице Рженекидзе, на мосту, где раньше было сужение с шести полос до четырех, или с трех до двух. Вот в этом месте здесь было ограждение, и машины по этому месту не ездили. А сейчас вот сделали расширение, там уже положили асфальт, и идет интенсивное, вот даже вот здесь вот потихонечку начинается ограждение, там он заливает бетоном и делает новое ограждение от пешеходов. Вот. Я сам потихонечку немножко расскажу историю этого моста. Раньше этого моста не было, а был вот здесь вот другой мост, он был четырехполосный, как говорится так вот, даже четырехполосный, а было две полосы для автомобилистов и две полосы для трамвайного движения, по которым ходили трамвайный маршрут номер 1 и 15 от площади Ордженекидзе до улицы Радищева, пересекресток Скотяково, и по маршрут 15-й, который ходил от Плосы Радищева до ЖД вокзала, перекрестком улицы Котяково, от Карска Котяково, пересечением, где сейчас привокзальный рынок находится. Вот. Касы его дублируют, видимо, троллейбус на маршрут 15-й, после закрытия 15-й трамвайного маршрута. Вот. Потом построили вот этот мост пошире, так как начал потихонечку, началась автомобилизация масштабная, и вот построили вот этот мост. Это был где-то год 98-й, конец 90-х. Вот. И тем самым был заделал по трамвайной пути, вот где сейчас это расширение началось в этом году. И до сентября 99-го года, или какого-то, по-моему, 99-го, 97-го, по-моему, вот так вот. Отпорайте мне в комментариях, пожалуйста, если я неправильно что-то говорю. Вот. По-моему, уже все-таки 99-й. И здесь также начали проходить там, начали сделать трамвайные пути, проходили также перед маршрутом, вот. Но они проходили все, может, полгода трамваи, их закрыли с снятием трамвайных путей, и вместо него сделали по улице Чапаю, повесили контакт на сети троллейбусов, и начали ездить, курсировать новый троллейбусный маршрут города Саратова, номер 15, по снижению Кидзо, ЖД-бокзал, с таким же конечным, как у трамвая. Ну, по маршруту номер 1 так же не стало вообще ходить ничего. Вот. И с 99-го года по 2014-й, получается, это все, вот эта вот середина пустовала. Сказать, перейду дорогу. Теперь, как бы, решили здесь этот пробел убрать, и сделать, и сделать ограждение, это, дорогу для автомобилистов. Но суть в том, в чем заключается, как помогу поднять этот стенд, упал, блядь, он тяжелый, если бы не буду его трогать. Вот. В чем заключается в том, что здесь будет, получается, осушение где-то до двух полос. То есть, как раньше были на этом мосту пробки и шли дальше из-за этого. После моста, получается, тихонечко рассасывалось, и пробок становилось меньше. Вот. Ну, в чем суть? То, что, в смысле, вот это вот расширение, пойдет, которое на этом мосту, насколько, на 100 метров, да, получается, три полосы идет. Дальше, все равно, опять, получается, сужение. Где фабрика Марии, перед заправкой, вернее, автомойкой даже, там идет сужение, и там начинается зеленая зона. И опять, так же, получается, по две полосы в каждую сторону. Вот. Вот так вот, здесь, получается, идет... Идет расширение автомобиля в районе части, до шести полос, под три плюс три, в каждую сторону. Ну, я не знаю, кому уж к чему это приведет, все равно через 100 метров, получается, все равно, опять, идет сужение. Сейчас мы найдем сюда, до этого сужения, и я вам покажу его. И вот, вот здесь, я вам покажу, как снимают заливку бетона для новых опор. Вот тут вот уже залили бетоном. И, скорее, и, как у бетона высохнет, поставят вот такие же металлические опоры, и на него возведут. Потом прикрутят к нему, ну, да, прикрутят к нему уже горизонтальные балки. Будет выглядеть, ну, вроде, как так же, но покрасивее. Я хочу сказать, что как раз будет расширение сделать, а вот как раз, а там, получается, он будет идти навстречу к этим, к тем, кто поворачивает на улицу Фабричная. По возможности, можно было бы сделать вот здесь вот так же вот дорогу бы, с разворотом под мостом, чтобы не было упора, который едут машины на... Сейчас вам покажу поближе. И да, кстати, сейчас я вернусь к этому месту, пойду только снизу. Так вот, вот этот вот поворот, который уходит на улицу Фабричная, вот мы видим знак. Здесь, когда ты с моста спускаешься, ты должен проехать прямо, обогнуть там вот петлю, которая вокруг автомойки, и вернуться обратно сюда, вот на этот перекресток, и уехать на улицу Фабричная. Конечно, вот для тех, для расширения дороги, которая идет вот с центра города, в заводский район, будет как бы хорошо, да, сразу три полосы, и они уходят в спальный район заводского района, эта улица дальше, а вот кто едет наоборот, со спальных районов в центр, получается, здесь опять так же вот они, если закончатся, и они будут упрутся все вот здесь вот в эту развязку, которая уходит, машины уходят, которые уезжают на улицу Фабричную. Да, в данном случае никого нет на эту улицу, тем самым они едут. Вот, а можно было бы сделать для уезда на Фабричную улицу, вот дорогу вот здесь вот, как раз таки вот я показывал, да, чуть ранее, на мосту, когда был я, там прямо нормально можно уместить две полосы для проезда автомобилей. Вот тем самым, если так же можно сделать разворот, тем, кому, к примеру, получается, там на мосту разворот уже разворота не будет вокруг этих бетонных блоков, которые были ранее, а будет, и получается, ехать откуда-то, до ближайшего перекрестка, это с проспектом энтузиастов. Но так как там очень тоже сложный перекресток, там не развильнешься. Поэтому, а, есть светофор на, на этой, как его, около завода АИД, автономных источников тока. Вот, в принципе, там выезд с Киевского проезда, по-моему, улица называется. Сейчас вот я пройду, здесь вопрос посмотрю. Ну, в принципе, тут как бы видно, что здесь широко, между автомобильным мостом заезд на автомобильный мост и до железной дороги. Правда, здесь ровно уходят две полосы в обе стороны. Вот. Здесь вот прям вот вырубить эти заросли. Я знаю, бывает, здесь, по-моему, коммуникации меняли, а раньше здесь даже болото были. Сейчас вот посмотрим. Пройдемся под мостом для разворота. И так же, в принципе, можно это сделать с той стороны моста, как с железной дороги. Там тоже трубы немножко как-то либо захоронить землю от ТЭЦ, которые идут, теплотрасса. И так же сделать разворот под мостом, чтобы можно было, к примеру, так же уехать. Потому что те, кто ехал, ехал на мост, вернее, не на мост, а как его сказать. Вот, к примеру, здесь вот офисная высотка, вот эта вот. Вот ее за деревьями не особо видно. Ну, видно. Вот, они ехали по мосту. На мосту там, конечно, даже разворот как бы запрещен был, но все равно машины разворачивались. И ехали по мосту обратно, и резко уходили направо под мост. И там большая парковка такая, можно прям смело развернуться, поставить машину. Вот. А так вот, прям, смотрите, идеальное место. Большие гещерицы бегают. Идеальное место прям вот для двух полос автомобильных. Спокойно можно проехать. Вот здесь снести там эту кучу земли, которая там есть, где была, вернее. Тут дрова лежат. Немножко, конечно, мост реконструирует сверху. Но его бы еще бы немножко поправить бы снизу. Так как мы видим, здесь немножко размыло грунт. И чтобы потом, за временем, конечно, он не упал. Сделать это все. Вот. И с той стороны так же. Вот. Здесь, конечно, заросли здесь нифига не видно. Пройдемся. И там выйдем мы на фабричную улицу, которая уходила там с левой стороны от моста. Этот путь у нас служебный. Большей частью идет. По нему ходят. Редко над ним нажмет контактной сети. Поэтому мы все равно услышим, если по ней поезд. И уйдем хотя бы куда-нибудь отойдем в сторонку. Ну, в принципе, время в вечер уже. Уже вряд ли что поедете здесь. Вот как раз остатки от старого моста, который в начале видео я вам рассказывал. Вот эту всю кучу снести полностью. Убрать от грунт. И как раз выход будет туда, к улице Фабричной. Сейчас мне где пройти бы только найти место. Сейчас я найду. И продолжу видео. Вот как говорится, проход недолго заставил себя ждать. Какая-то тут тропинка натоптанная есть. Сейчас пройдемся по ней. И заодно посмотрим. Он как раз грунтит этой снятины. Грунтная нация по старого моста. Который снести, по-моему, лет 5 назад полностью разобрали. До этого он лет 15 точно стоял. Был как пешеходный остался. Для пешеходов об нём ходили. И тем самым вообще его полностью от плиты все разобрали. Вот и вот как раз дорога вот она прям напрямую уходила бы в Фабричной дальше шла бы. Это как раз было бы стороны центра дороги шла бы. И с разворотом шла бы потом дальше на... Также одностороннее движение бы сделало, либо тут здесь, в этой части. И слабо она обратно туда, на кулицу Орджоникидзе. Здесь, конечно, осталась еще лесенка с мостовым на мост. Но, скорее всего, я тоже вовсе убрать её. И вот как-то вот было бы всё так. Ну и да, пока мы идём обратно сюда, вот к улице Фабричной. Найдём до Стофора, перейдём через дорогу. Вот, я вам покажу. Не забываем, конечно, подписываться, ставить лайки этим видео. Кстати, давно я вас не просил об этом. И тем самым вы, конечно, в комментариях просите меня, сними там то-то, сними это. Я, конечно, рад снимать. Но тем самым хотелось бы, чтобы вы тоже за то, что я хожу снимаю, благодарность в виде бонусных бонусов у меня было, бон, рублей. Там все реквизиты карты там привязаны, показаны. А, даже не привязаны, не показаны, а как вам сказать. А, что-то, сбил смысл с толку. Ну, растерялась, как говорится. Все банковские, реквизиты банковской карты у меня есть в описании. Смело можете. Даже хотя бы 50 рублям я буду рад. Много не прошу. Ну, а есть, кто хочет кинуть более, я буду только рад. Спасибо вам большое будет. Поблагодарю обязательно. Если кто закинет мне деньгу, в следующем видео я расскажу об этом человеке, кто меня поблагодарил рублем. Вот, как-то так. Вот он этот съезд. Здесь вот стрёмная машина ездит. Это Chrysler Land Cruiser, как он. Или Кэпли Кузер, который едет с нарушением. С выездом на встречку. Когда там прямо висит движение только прямо. Он взял знак фабричный в объезд. Ну, и эта женщина, и по херам она едет. Здесь вот территория заводского троллейбусного депо, который должны были построить. Ну, а пока что здесь, ну, займите, муниципальное бюджетное учреждение службы благоустройства города. А так, здесь должно было быть заводское троллейбусное депо для маршрутов 4.15. Ну, в дальнейшем, может быть, и для каких-то других маршрутов, которые с расширением там улиц, дорог, может, пустили бы далее. Ну, как говорится, 90-е сделали свое дело. Года два назад депутат Государственной Думы и председатель Вячеслав Викторович Володин пообещал, что восстановят и все-таки троллейбусное депо. Ну, как говорится, поговорили-поговорили, обратно сложили на полку и забыли. Думаю, что, возможно, может быть, это ведь все-таки и закончится делом. Сделаю троллейбусное депо. Ну, а я заканчиваю это видео. Спасибо всем за просмотр. Не забывай мотарить меня рублем. Ну, и до новых встреч. Пока.